Добрый день! Вы смотрите новости в студии Анастасии Романовой. В начале выпуска коротко о главных темах. На кассах магазинов вскоре можно будет снимать наличные со своих банковских карт. Информация об этом появилась в интернете. Всероссийские соревнования по сноуборду впервые стартовали в Барнауле. Смотрите, прямое включение. Выдающийся блюзмен Кори Харрис выступил с сольным концертом в краевой столице. На кассах магазинов вскоре можно будет не только оплачивать покупки, но и снимать наличные со своих банковских карт. Информация об этом появилась в сети интернет. Такой проект тестирует Сбербанк. На страницах социальных сетей эта тема активно обсуждается. Давайте посмотрим, какие комментарии оставляют пользователи. Будет такая же чушь, как с оплатой телефона. Банкоматы есть повсюду, пусть там и снимают. И не устраивает очередей. Мне жалко кассиров. Можно еще кредитную историю учитывать при покупке продуктов. Просрочил Сберу платеж, колбасы не получишь. Очереди будут километровые. Мы провели свой опрос на улицах краевой столицы и узнали, что бурнаульцы думают о новом сервисе. Известно, что в скором времени хотят применить такую практику, что на кассах в магазинах покупатели могут не только расплачиваться, но также и снимать деньги. Слышали, да? Ну, мне кажется, это не очень удобно. Почему? Это продавцам будет, во-первых, очень тяжело, потому что это там, ну, путаница. Кто-то наличкой рассчитывается, кто-то картой. Потом человек эту карту подал. Он тут же за эту покупку должен рассчитаться. Это иногда с банковской карты, чтобы снять деньги, необходимо достаточно далеко идти. Они не везде банкоматы расположены. А магазинов много. Я думаю, что это очень хорошо, если так будет действительно. Я считаю, вообще удобно, когда деньги есть на карте. Вот это самое главное. А вот эти вот уже дополнительные опции, это уже второстепенные вещи. Не знаю. Надо попробовать, потом будет понятно, хорошо это или плохо. Не хотелось бы снимать деньги на кассе, ну, потому что рядом множество людей и неизвестно, какая система защиты работает. Как бы в этом плане банкоматы те же надежные, я считаю. Дружи с финансами. Конкурс для журналистов стартовал в Алтайском крае. Он проходит в рамках федерального проекта, содействуя повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в России. Конкурс проходит при содействии Министерства финансов Алтайского края и издательского дома «Регион». Участвовать в нем могут как профессиональные журналисты, так и внештатные, пишущие на финансовые темы. В проект подают работы, опубликованные или вышедшие в эфир с 1 января прошлого года по 22 марта 2018-го. Все материалы участвуют в номинациях «Телевизионные материалы». Это сюжеты, интервью и специальные проекты. Материалы печатных СМИ – заметки, очерки, спецпроекты. Родийные материалы и материалы электронных СМИ – это информационные сообщения и специализированные интернет-форматы. Участие в конкурсе бесплатное. Подать заявку можно на сайте конкурсфинграмота22.рф. Кроме того, подробности есть на нашем сайте katun24.ru. Лучших управленцев страны определяют в Сочи. Там продолжается всероссийский конкурс «Лидеры России». Алтайский край представляют Игорь Носов и Петр Ткалич. О том, как прошел очередной день наших конкурсантов, знает Глеб Полянский. Здравствуйте, коллеги. В Сочи мы продолжаем следить за успехами представителей Алтайского края в финале всероссийского конкурса «Лидеры России». Вчера перспективным молодым управленцам со всей страны передавали свой опыт лучшие топ-менеджеры. Сергей Лавров, руководитель, глава российского МИДа, рассказывал им о дипломатии. Председатель правления Сбербанка Герман Греф о рынках будущего. И многие другие специалисты. Рядом со мной сейчас представитель Алтайского края, предприниматель Петр Ткалич. Петр, расскажите, пожалуйста, о впечатлениях от уже прошедших мероприятий и интенсивов. Добрый день. Впечатления, на самом деле, самые яркие. И, наверное, самые наши высокие ожидания, они даже оказались ниже, чем тот интенсив лекции, тот объем информации, который мы вчера получили. Потому что все спикеры, которые давали вчера мастер-классы, они были каждый уникален, каждый разнопланов. И рассказывали о том опыте, который они имеют. И делились с ним настолько открыто, что для всех участников это было даже на удивление. Часть лекции проходила абсолютно за закрытыми дверями. Даже попросили всю прессу выйти. Материал, который мы получили, к примеру, от мэра Москвы Сергея Собянина в рамках той презентации, которую он рассказывал, мне кажется, это, в принципе, некий план, который можно брать за основу развития любого города. Экскурс в дипломатическую, в историю развития дипотношений нашей страны, который Сергей Лавров рассказал, это такое комплексное, глубокое погружение с пониманием, почему мы имеем ту или иную текущую ситуацию при взаимоотношении нашей страны на международной арене. И другие спикеры, Герман Оскарович Греф, про технологии будущего, про то, как они изменят не только финансовый сектор, но и жизнь каждого из нас. Это, еще раз повторюсь, бесценный опыт, бесценная информация. И вчерашний день, который начался в 10 утра, закончился уже далеко за 10 часов вечера, он пролетел как одна минута. И, наверное, весь тот объем информации, который мы получили, мы еще должны будем переосмыслить и сделать уже лично свои выводы каждый. Хорошо, Петр, мы желаем вам удачи. А я напоминаю, что в воскресенье, 11 февраля, жюри назовет 100 лучших управленцев России, из 300 финалистов. И каждый из них получит индивидуального наставника из числа спикеров финала. Мы будем следить за развитием событий. До свидания. Всероссийские соревнования по сноуборду сегодня стартовали в Бурнауле. На горнолыжном комплексе «Авальман» собрались участники из Красноярска, Новосибирска, Кузбасса, Алтайского края и Республики Казахстан. За звания лучших будут состязаться юноши и девушки от 11 до 14 лет в трех дисциплинах. Параллельный слалом, параллельный гигантский слалом и борт-кросс. На месте событий сейчас находится моя коллега Евгения Князева. Евгения, здравствуйте. Расскажите, как подготовились спортсмены? Анастасия, здравствуйте. Мы находимся на Барнаульском горнолыжном комплексе «Авальман». Именно здесь только что стартовали первые в Алтайском крае соревнования по детскому сноуборду «Кубок Алтая». В них участвуют более 55 человек. Это дети из пяти субъектов Российской Федерации и также Республики Казахстан. Соревнования будут проходить на протяжении трех дней. И вот сейчас рядом со мной находится один из организаторов и главный судья соревнований Кизилов Сергей Иванович. Сергей Иванович, я вас приветствую. Добрый день. Такой масштаб. Первый раз в Алтайском крае. Расскажите, как удалось все это организовать? Ну, удалось еще с прошлого года. Это стоит в едином календарном плане. Минспорт, дети соревнования, всероссийские. Но приехали, уже сказали, то количество спортсменов. Склоны им нравятся, склоны искусственные, снег жесткий. Впервые здесь. Проехали с тренерами вчера по борткроссу. Посмотрели, так же всем понравилось. И даже предложение сейчас провести здесь в Барнауле Кубок страны по борткроссу. То есть, площадка полностью соответствует такому высокому уровню? Да. То есть, в принципе, да. Площадка, склоны, перепад высот, сам снег, состояние трасс соответствует, чтобы провести и Перинста России, и Кубок России. Что ждет победителей соревнований? Кубки. Мы же проводим Кубок Алтай соревнования. Кубки, призы детям. А какая-то квалификация, может быть, там мастера, вот что-то такое? Нет, эти соревнования детские. Естественно, там выполнение разрядов идет. Там первый спортивный разряд, ну, в смысле, второй. Детишки, то есть, выполняют. Естественно, сейчас просмотр для тренеров. В этом году спартакиада учащихся в Школы России. Также идет отбор в команды регионов. Вот все. Спасибо большое, Сергей Иванович. Анастасия, я добавлю, что мы остаемся сейчас здесь. Будем следить за развитием событий и подробностей сообщать в вечерних выпусках новостей. Вам слово, Анастасия. Спасибо, Евгения. Ждем вас в редакции. А я продолжу выпуск. Февраль месяц короткий, но, несмотря на это, для барнаульцев он будет более чем насыщенный. Какие мероприятия смогут посетить жители и гости краевой столицы, расскажем далее. Бесплатными блинами и полевой кашей барнаульцев накормят в парке «Центральный» 18 февраля. Гостей ожидает шоу «Кукол великанов», конкурс на лучшее чучело боярани-масленицы, а также призы и подарки. Начало праздника в 12 часов. В этот же день, только в торгово-развлекательном центре «Весна» пройдет ярмарка изделий ручной работы. Самодельные куклы, бижутерию, плюшевые игрушки и вязаные вещи – все это можно приобрести на мероприятии. Средства от покупок, как сообщают организаторы, перечислят на нужды приюта для животных «Бусинка». А 14 февраля, в день всех влюбленных в барнаульских кофейнях, на улице Молодежная, 26 и на проспекте Красноармейский, 81, пройдет благотворительная акция «Добрая чашка» от фонда «Облака». Гостям расскажут, как важно помогать нуждающимся. На вырученные средства волонтеры закупят канцелярию и игрушки для детей детского туберкулезного санатория «Барнаула». Конкурсы и праздничная программа для всех влюбленных в этот же день пройдет на катке Центрального парка. Авторица «Галактика» с 9 по 14 февраля всех желающих бесплатно сфотографируют и научат делать необычные валентинки. Полина Жданова, новости. Его называют выдающимся представителем акустического блюза. Он входит в пятерку живых джаз-легенд. Сольным концертом в Бурнауле выступил Кори Харрис. Как все прошло, узнаете далее. Добрый вечер! Первый альбом Кори Харриса вышел в 95-м году на престижном блюзовом лейбле Alligator Records. Музыкальные критики прозвали его хранителем традиции. С тех пор у Харриса вышло 11 студийных альбомов и два концертных. Сейчас музыканту 48 лет. Для блюза это самый расцвет. Некоторые мои песни о любви, некоторые печальные. Главное, все это о жизни. Я очень долго находился в Африке, изучал африканскую культуру. Она очень повлияла в целом на мое творчество. Гастролируя по миру, он собирает полные залы. А ведь еще 8 лет назад Харрис принципиально выбирал для сольных концертов улицы Нового Орлеана. Только так, по словам музыканта, можно впитать в себя подлинный блюзовый дух. Вы знаете, что такое рок-музыка? Музыка, джаз-музыка, поп-музыка, любая другая музыка, она получилась только потому, что был блюз. Блюз – это корневая музыка, и благодаря ей появилось все остальное. Это корни, от кого пошла и рок, и блюз, и джаз, и все остальное. Западноафриканское звучание, этнические и даже сельские мотивы. Именно за это Кори Харрис оценят поклонники из разных уголков планеты. В Алтайском крае их тоже немало. Я вам по секрету скажу, я настолько люблю блюз, что даже в 50 лет, то есть 5 лет назад, этим увлекся и научился играть на скассофоне. Правда, на тенере. Убился в скассофоне, научился. Вот. Это нам очень нравится. И когда приезжают такие знаменитые, мы стараемся посещать. Я немножко ознакомился перед самим концертом, был удивлен, приятно, что такие звезды к нам заезжают. Но это либо нравится, либо нет. Третьего как бы не дано, поэтому... А почему не могу ответить? Я смотрела ролики в интернете, мне они очень понравились. Я вообще к блюзу очень хорошо отношусь. Мне нравится такое сырое звучание. Это далеко не первый визит Харриса в краевую столицу. Скорее всего, и в следующем году музыкант порадует нас своим сольным концертом. Следите за афишей. Анастасия Романова, Анжелика Келлер, Александр Морозов. Новости. На этом пока все. До встречи.